Добрый вечер! Мы в прямом эфире 737-7310. Телефон прямого эфира. Звоните. Мой гость Ростислав Барда, руководитель общества Сопротивления. Это общественная организация. Для того, чтобы было сразу понятно, это одна из тех общественных организаций Антимайдана, объединяющая. Наверное, Антимайдан не совсем корректно. Мы больше себя позиционируем просто как Куликово поле. Можно так назвать? Вот Куликово поле. У нас разговор будет достаточно откровенный и с вашего решения достаточно жесткий с моей стороны. Да, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Скажите, пожалуйста, в чем смысл стояния российских флагов, палаток на Куликовом поле? Если мы говорим о Майдане, то это время от времени появляющиеся люди возле Дюка и уходящие оттуда, то есть освобождающие площадь. А Куликово поле некая такая партизанская какая-то стоянка, которая в общем-то, я там проходил несколько раз, если честно говоря, специально, видел такое безжизненное пространство, потому что там практически я в палатки не заглядывал, но думаю, что в палатках там не спят же днем люди, правда? Поэтому практически безжизненное такое поле, которое оживает только в выходные дни, насколько я понимаю, а все остальное время такое стояние вместе с российскими флагами. Какой смысл в этом? Ну, давайте, наверное, по пункту. Да. То есть, во-первых, изначально по российским флагам, то есть официально у нас ни одного российского флага не висит. То есть, если вы пройдете... Я сегодня проходил висит. Я думаю, что вы, наверное, приняли флаги православных. Не-не-не-не, это российский флаг. Я думаю, что мы можем даже после эфира взять камеру и пройтись посмотреть. А вот, с другой стороны, действительно, огромное количество людей приходят и приносят с собой символику, в том числе и российскую. А вот, и я считаю, что запретить мы им не вправе это делать, потому что это их личный выбор как гражданина, с какой символикой приходить. А вот, а официально, я еще раз говорю, то есть, у строителей не было задачи такой весить именно конкретно российскую символику. А вот, по поводу безжизненного пространства, значит, в палатках действительно находятся люди, в том числе и днем там отдыхают, потому что ночью люди несут вахту. Если бы вы знали действительно внутреннюю жизнь городка, и сколько раз ночью приходится людям выходить в кору, потому что самое интересное, там, все провокации, нападения и прочее, это все происходит, как правило, в ночное время, когда остальные граждане отдыхают. То днем ребята, которые заступают в дежурство, они отдыхают. Ростик, скажите, пожалуйста, какой смысл на вас нападать ночью? Объясню. Ну, флаги, ну, палатки. Объясню, кому-то очень не нравится, во-первых, то есть, то, что в городе... Мы удерживаем, реально удерживаем спокойствие, потому что есть огромное количество радикальных групп, которые, если бы не этот городок, превратили бы город, ну, если не вберут, то в подобие Киева очень быстро, понимаете? А так как мы этот город любим, мы стараемся удержать эту ситуацию и выйти с политическими требованиями. То, что наш городок там находится, это еще раз показывает то, что власть не собирается слышать своих граждан, она собирается стрелять в людей, а вот, но выслушать, то есть, мы... Другой мой, любимый, я вас очень прошу, ну, давайте сразу вернемся к истокам этой власти и до этой власти. Ваша организация называется «Сопротивление». Да, абсолютно. Кому вы сопротивляетесь? Объясню. Да. То есть, мы сопротивляемся конкретно киевской хунте, мы считаем, что она нелегитимна, то есть, они пришли к власти путем незаконного вооруженного переворота, вот, и сейчас устанавливают те порядки, которые они хотят. И если бы не наш лагерь, уже давным-давно был бы отменен закон Колесниченко-Кивалова и ряд других. Вот это, пожалуй, единственное, что я с вами совершенно согласен, потому что этот закон, каким бы он ни был, а он далеко не совершенен, все-таки он половинчат, прямо скажем. Да, абсолютно верно, да. То, что русский язык, на котором говорит восточная Украина, юг, естественно, и центральная Украина тоже, даже Киев тот же говорит. Конечно, огромное количество граждан Украины считают его родным языком. Да, первое время, даже после того, как, помните, во времена Ющенко были такое, такая, несколько насильно прививался украинский язык искусственно, то Киев разговаривал по-русски. Да. Поэтому ситуация с русским языком, она, мне кажется, принципиальна только для некоторых политиков, а вообще она принципиально должна быть решена для того, чтобы снять этот вопрос навсегда. Тут я с вами согласен на 158,9%. Все же остальное, все, что касается хунты и так далее, и тому подобное, могу сказать следующее, что 3,5 года в Украине была легитимная власть. И вы, как человек совершенно нормальный и, более того, борющийся за права Украины, украинцев и просто права человека. За права граждан. Да, граждан. Вы видели, в каком состоянии эта замечательная власть оставила свои? Да, конечно. Я не только видел, я на себе это почувствовал. То есть у меня при этой власти было, до этой власти еще было свое предприятие, небольшое, которое занималось инженерией. Мне его просто уничтожили. Просто сказали, что ты работать не будешь, все, и закрыли. Но при этом, я понимаю, что передача власти должна происходить законным путем. Есть четыре условия для остранения президента. Ни одно из них не было выполнено. Это во-первых. Во-вторых, были международные гарантии. Было соглашение 21-го числа. Я думаю, если бы оно было выполнено, то есть то соглашение, на котором поставили подписи послы Германии, Польши, Франции. Я понимаю, о чем вы говорите. 21-го. Я думаю, что тогда бы все прошло в нормальном конструктиве. Скажите, пожалуйста, какой смысл говорить об этом, если вы лично, лично, незаконно, бандитским путем пострадали, то есть вас просто уничтожили, ваш небольшой бизнес, будем говорить прямо, кусок хлеба забрали у вас и вашей семьи, а вы продолжаете защищать эту славную когорту. Я абсолютно ее не защищаю. То есть, мало того, я очень много раз... Вы хотели, чтобы их законно убрали? Послушайте, то есть, мало того, я очень много раз говорил о том, что для Юга, для Востока неприемлемо одно во всем, что происходит в Украине. Это ультраправые неонацистские лозунги. То есть, это те люди, которые считаются идейными последователями Донцова, Сцеборского, Бандеры и тому подобное. То есть, если бы речь шла о том, что исключительно, допустим, предприниматели, другие категории граждан, которые пострадали от этой власти выше, мы поддержали, мало того, если бы попросили нас выйти, я думаю, весь бы Юго-Восток поднялся, потому что Янукович кинул Юго-Восток точно так же, как и всех остальных. А вот и за два дня вопрос с ним был бы решен без крови и остальных потерь. Но этого не было сделано. Были подняты на счеты, выкопанные из копанок вот этих вот, из хронов, вот эти лозунги, то есть, пещерный неонацизм. И каким образом люди, которые воспитаны были на идеалах, грубо говоря, те, которые нам вместе прививали, то есть, что интернационализм, что человек человеку брат, ну и так далее. То есть, вот этих вот вещах, каким образом мы могли выйти вместе с этими категориями граждан. Вот отсюда и, по большому счету, неприятие. У нас есть звонок, давайте послушаем. Вам звонят. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, простите, что пришлось ждать. Говорите, пожалуйста. Кому? Пожалуйста, моему гостю, мне, кому угодно. Говорите, мы вас слышим. Алло, добрый день. Добрый день. Вы меня слышите? Да, слышим, слышим. Да, я обращаюсь к вам. Скажите, пожалуйста, вы представляете интересы всех одесситов? Кого мы спрашиваете? Вы стоите на Куликовом поле. Я понял, смотрите. Да, вы стоите на Куликовом поле. Вы представляете, что там нет флагов российских, что нет призывов. Да, абсолютно верно. Я ежедневно гуляю с внуком. Я вижу эти призывы, эти флаги. Вы не жили при Советском Союзе. Вы не знаете, что такое Россия. Я одесситка. Я живу в Одессе. Я хочу жить спокойно. Вы просто позорите георгиевские ленточки. Нацепили им молодчикам, которые бегают по Одессе с флагами и кричат, Россия, Россия, Россия. Не надо никого звать. Мы хотим жить в своей Одессе. Кушать тюльку, отдыхать на прадмашек. А мы разберемся. Мы не хотим Януковича. Если вы хотите ту гладь, поедьте к нему в Ростов. Там будут флаги. Там будут вам рады. Мы очень любим русский народ. Мы даже не знаем, кто там у них министры и президенты. Мы сами разберемся. Мы бабушки. Дайте нам покоя. Мы из-за вас боимся выходить на улицы. Мы не боимся бендеровцев. Мы всю жизнь отдыхаем в Карпатах. Понимаете? Спасибо. Спасибо большое. Я вас услышал. Во-первых, давайте разберемся таким образом. У нас, ребята, действительно многие цепляют ленточки георгиевские. И это имеет прямое отношение к нашей идеологии. Потому что мы считаем себя наследниками победы, в первую очередь. И если кто-то боится гулять по Куликовому полю, мне очень странно. Потому что на Куликовом инцидентах как-то ковид не происходит. Я прерву сейчас. По поводу того, что мы тащим кого-то в Россию, это тоже... Так, сейчас, секундочку. Я прошу режиссера, покажите, пожалуйста, вот этот сюжет последнего воскресенья, который у нас. Вот смотрим его. Вот он, смотрим. Россия! Россия! Вытащи ползать! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марш был не запланированный. Просто у людей уже накипело настолько, когда они видят, что власть не слышит людей. И я бы хотел обратить внимание наших зрителей на такую вещь. Мы видели действительно вопиющий факт, что человек снимает государственную символику. Но я хотел бы, чтобы кто-то задумался, а почему у людей возникло такое отношение к государственным символам? Разве в нормальном государстве возникает у людей такое отношение? Обычно люди гордятся своим гербом, флагом, символом. Вот эти люди и гордятся российским флагом. Вот они были в кадре. Вот они действительно вышли под российским флагом, потому что действительно в России, как бы ни было, им есть чем гордиться. А у нас 23 года исключительно разворовывали страну. Дорогой мой, объясните мне тогда, почему 23 года все молчали, мы молчали и вы молчали. Мы иногда говорили, но так, слабо. А в последний месяц вдруг возникла такая ситуация. Потому что Майдан Киевский дал возможность вот этому разгулу демократии, что ли. Знаете, разгул демократии. В чувстве страха, потому что палками безоружные люди пошли против практически армии. Да? Это армейские части. Практически тоже безоружные. Да, наиболее профессиональные. Но будем считать безоружными. Да. При этом, давайте не будем передергивать факты. Не будем говорить, кто стрелял, потому что это бессмысленно. Если вы пойдете и посмотрите, то есть, когда выходили на противостояние, у нас было, здесь неоднократно у нас в городе были противостояния. Слава богу, обошлось без значительных... Ну вот, слава богу, что на Майдане здесь не было другой стороны. Значит, мы спрашивали у ребят, которые вывозили, они тоже спрашивали, они сами говорили, мы говорили, помним, какие на них каски, откуда у них щиты и бронежилеты. Поэтому не нужно здесь передергивать. Откуда у вас это же? Объясню. То есть, нам пришлось это все приобретать за собственные средства. То есть, люди, которые приходили... Ну и они тоже могли приобрести за собственные средства. Да, могли. Но почему-то предпочли вырывать это все у работников милиции и снимать с них. Причем неоднократные были факты, когда люди даже опознавали свои собственные каски, щиты и так далее. Поэтому, я думаю, вы не будете... Если надо, я тоже подготовлю вам видеоматериал, если вы не в курсе, и покажу его. Мало ли, надо будет свидетельские показания. Подъедьте в части ВВ, Верку-то и спросите у них. Давайте мы будем объективно не одну сторону выслушивать. Я вам скажу правду. Можно? Конечно. Я всегда за правду. Сейчас объективно является только одно. Объективным. Это вот слова вот той женщины, которая нам позвонила, бабушке. Да, как она говорит. Наверное, молодая бабушка. Судя по голосу. Вот ей нужно спокойствие. Ей нужно понимать, что ее страна, ее внуки... Мы говорим... Вот крылатая фраза. Подождите, когда был Майдан в Киеве, вы призывали к спокойствию? Нет. Ну вот, вот вам и ответ. Я не призывал к спокойствию, потому что я прекрасно понимал, что таких, как вы, людей, у которых отняли кусок хлеба, отобрали бизнес, которого нет будущего, а вы молодой человек. Я не хотел этого. Я хотел, чтобы эта власть, которая лишила вас этого, ушла. И каким путем она уйдет, мне было совершенно безразлично, по большому счету, если честно. Законным, полузаконным или совсем незаконным. Потому что она была преступной. Она сама была преступной. Для этого нужно было посмотреть квартиру Пшенки, Межгорье или убедиться в том, что сегодня наш президент уехал в Россию и увез с собой огромное... Ну, грузовиками деньги грузили. Ну, давайте... Навалом. Вы видели это документальный навалом. Не просто в чем-то, а навалом. Я ни в коем случае не опровергаю то, что у нас в предыдущем были войне. Но вот вы говорите гениальную фразу. Но и те, кто сейчас находится у вас, они точно в фразу. Народ не услышан. Не может услышать что-то. Что народ должен услышать сейчас? Вот скажите, вот те люди, которые вышли, что они должны услышать? Что мы побратались, мы принимаем войска Российской Федерации с цветами, бросаем... А при чем здесь войска вообще? Нет, так что? Что народ должен услышать? Несущие российские флаги. Что он должен услышать? От правительства. Я вас слушаю. Все. Я закончу. Давайте. Смотрите, то есть уже сколько? Мы полтора месяца практически находимся на Куликовом поле. Неоднократно мы обращались к местной власти. Обращались к киевской власти. Вы услышите нас. То есть, да, к нам приходят отдельные депутаты, которые нам сочувствуют. Но реально ни разу не было даже попытки ни от областного совета, ни от областного совета. Скажите, что они должны были услышать? Вот что они должны были услышать. Что у нас есть своя позиция. Какая? Еще раз я объясняю, то есть я уже многократно говорил. То есть есть три основополагающих момента, которые мы считаем должны быть. Первое. Мы считаем, что для Украины единственная возможная форма существования для того, чтобы страна была единой, целой и в ней не ущемлялись права граждан в зависимости от культуры, национальности и прочего. Это федеративное устройство. То есть мы стоим за федеративную республику Украины. Хорошо. Дальше. Второй момент. Мы считаем, что русскоговорящие не являются в этой стране национальным меньшинством, а являются таким же государством образующим этносом, как и все остальные. А вот и поэтому имеют право на второй государственный язык. И третий момент. Мы считаем, что право определять, куда идти в стране, в таможенный союз, либо в Евросоюз, либо никуда, не дано Турчинову, не дано Януковичу. То есть это право народа. И это определять должен весь народ на общенациональном референдуме. То есть не один человек должен узорпировать право, как сейчас Яценюк, с сомнительной легитимностью, а я возьму, подпишу политическую часть. А кто знает, какую часть он подписал и куда мы движемся? Мы говорим, что вот такие вот эпохальные вещи, то есть на самом деле мы цивилизационный вектор движения выбираем. То есть если в таможенном союзе мы говорим о экономическом движении, то выбирая... Это в микрофон идет, учтите. То выбирая западный вектор движения, то есть мы меняем свой цивилизационный код в первую очередь. И знаете, мало того, почему мы говорим вот так, таким образом, что это должен быть на общенациональном референдуме. Потому что в Киеве была представлена только одна часть населения, которая проповедует идеи европоцентризма. А вот другая часть населения там представлена не было. Поэтому Майдан не имел права говорить от всех людей. А мы считаем, что должен быть нормальный демократический путь, это референдум. Пускай все люди выскажутся. Выскажутся за Европу, пойдем все в Европу. Уже договорились. Значит, по поводу федеративного устройства. Вы уже должны разлетись в Куликово поле, потому что исполняющий обязанности нашего президента сообщил, предложил и хочет привести это в решение. Верховного Совета Рады проведение референдума по этому поводу 25 мая, в день выборов президента. Это правда. Вы это тоже знаете. Я это слышал, да? Да. Смотрите. Я это слышал собственными ушами. Я тоже слышал. Я слышал очень много чего от Ющенко, после чего он кинул всю страну. Было? Не, ну у нас кидали все президенты. Чего вы так? А сейчас вы хотите, а сейчас вы, Янукович, кинул все, да? Мне странно, что сегодня... А сейчас вы хотите, чтобы мы поверили исполняющему обязанности? Объясните мне другое. Объясните. То есть давайте... Вы не верили, почему вы сейчас... Вот вы говорите о каких-то вещах, связанных с федеративным и так далее. Почему вы, когда господин президент Янукович, при всем уважении к вам, а не к нему, говорил о том, что он идет в Европу, и говорил долго, как вы помните, да? Чуть ли не года полтора-два, за неделю изменил курс ровно наоборот, пошел в таможенный союз и не объяснив это по большому счету ничем толком. То есть в полтора или два года шла пропаганда европейского выбора. Вы это прекрасно знаете, этим занимались все. Государственные телекомпании рассказывали о том, как там хорошо. Да, чудесно, чудесно, раз чудесно. Я был в Евросоюзе и виделся, что об этом не надо мне рассказывать. Но суть, я понял суть вопроса. Можно ли отвечать? За неделю мы повернули в обратную сторону. В принципе, по большому счету, конечно, для любого нормального человека, и вы были в Европе, вы были в России, Россия, конечно, страна отсталая по сравнению с Европой. Ведь правда. Абсолютно верно. Но у нее есть потенциал. И знаете, вот я недавно был на встрече с представителями Евросоюза, здесь Тамбинский приезжал, прочее. Да, да, да. Я поинтересовался, говорю, ребят, что вы нам хотите предложить? Мне говорят, демократические ценности. Я говорю, мы согласны, допустим, прозрачные выборы, верховенство права, это все хорошо. Но нам нужно нечто другое. Нам нужны заказы для наших заводов, технологии, рынок сбыта. Вы нам можете это обеспечить? Они говорят, нет, мы вам можем обеспечить только прозрачную конкуренцию. Я говорю, хорошо, вот у нас есть завод Мотор Сич, который выпускает активные двигатели, да? Говорю англичанам, а у вас есть завод Роллс-Ройс, который выпускает там для Аэрбаса тоже движки, да? Еще есть звонок, да? А вот. Я хочу извиниться, секунду буквально. Тоже выпускает движки. Для Европы два завода, таких много? Много. Давайте тогда будем по-честному. Какой завод закроется, если мы вступим в Евросоюз? Ваш или наш? Конечно. Так что давайте будем здесь вот честно смотреть на вещи. И еще одна вещь. То есть вы говорите, что мы не выступали. Нет. По поводу курса Януковича? Вы предложили им два завода. Один завод, выпускающий Запорожец, а другой выпускающий Мерседес. Какой вы закроете, спросили вы у них. И что они вам должны ответить? Мерседес, сказали бы они, а Запорожец мы будем у вас покупать. Но это же сумасшедший дом. Но наши люди останутся без работы. Наши люди останутся без работы. Значит, наши люди останутся без работы. Остались бы без работы в любом случае. Это все понимают. Потому что последний подвиг господина Януковича был в том, что он взял 15 миллиардов кредита у России. Вы это знаете прекрасно. Получил только три. Получил три. И где они? И они исчезли точно так же, как исчезли бы остальные 12. Это надо спрашивать. Но вы прекрасно понимаете, что вы имели дело с человеками. Системой не просто коррупции, а такого поголовного воровства. Хорошо. Сейчас система изменилась? Сейчас нет денег, сейчас скрасить нечего. Понимаете? Люди изменили все те же... А люди теперь требуют... Все те же персонажи, они и остались. Мало того, к нам еще рассаживают олигархов. Если раньше губернаторы хотя бы за ниточки дергали своих людей, то сейчас уже не надо стесняться. Ну олигархи тоже спор. Давайте послушаем звонок. Там звонят. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Говорите, мы вас слышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, к вашему гостю вопрос. Да. По первому ответу, что он говорит по поводу языка, я абсолютно к ним согласен. Что ничего страшного не будет в стране, если существует два языка. И три, и пять, и сколько угодно. Это только лишь нагрузка на чиновников. Это абсолютно нормально. Второй вопрос по поводу федерализации страны. Вы вообще четко понимаете, что такое федерализация страны? Абсолютно четко. Федерализация страны у нас сегодня в стране 25 областей. Это 25 парламентов, 25 президентов, 20 на местах. Это каждый, кто имеет право федеративно, он имеет право вести свою конституцию. То есть, если вы говорите, вы начнете сейчас приводить примеры, как в Америке, как в Германии, как еще в 118 странах. У всех стран абсолютно по-разному понимание федерации. Вся история заключается в том, что даже в России не является федерация в чистом виде. Значит, будет что происходить. Вы себе понимаете, у нас 25 президентов. Значит, у нас здесь в парламенте, конкретно по Одесской области, останутся Гриневецкие, Киваловы, всех, кого мы любим. Они все останутся. Они никуда не денутся. Они для себя выберут опять парламенты, руководители, и они же будут президентами. Вот представьте себе, 25 президентов. Я вас услышал, можно ответить? Платный парламент. Спасибо, спасибо большое. У нас время заканчивается. Вот третий вам вопрос. Они, впрочем, все это сведется к одному вопросу. Один вопрос. Скажите, они прощили два языка. Полное полноправие районам больше дать прав регионам. И третий, в конце концов, вот это после полных прав региона, вот потом поставить уже на референдум, выставить, что такое федерация, хотят ли люди федерацию. Можно поставить третий вопрос, который вы говорили на референдуме. Куда мы хотим идти? Вектор в Европу или в таможенный союз, или развиваться вне блока, вообще самостоятельным государством. Но это два вопроса, которые должны быть на референдуме. А для того, чтобы успокоить полностью людей и растащить их по домам, достаточно решить два вопроса. Дать децентрализацию конкретно на места, и второй язык. Вот это надо поставить сегодня в первую очередь. Совершенно с вами садимся. Пожалуйста, один к вам вопрос. Считаете ли вы это достаточно, чтобы прекратить все всяческие волнения людей, решение двух первых вопросов, третьим вопросом, с вынесением на референдум после выборов? Молодец. Правильно, молодец. Да. Вот два вопроса. Достаточно ли для того, чтобы успокоить ситуацию? Нет. Сто процентов. Все-таки Россия вперед. Нет, никакая здесь нету России вперед. Но вы же явно за таможенный союз. Это же понятно. В таможенном союзе, насколько вам должно быть известно, находятся сейчас три государства, и в него собирается еще Армения вступить. Поэтому Россия действительно локомотив всего этого дела. Розик, дорогой мой, он локомотив. Давайте прямо говорим. Вы мне дадите ответить на вопрос? Беларусь, Казахстан и Армения это не та ситуация экономическая и политическая, которая может привлекать нормальное общество. Нормальное общество. Вы это прекрасно знаете. Во всяком случае, Беларусь сохранила все свои машиностроения. Чему нельзя сказать о Украине. То есть, если мы выпускали тех тракторов десятки тысяч, то сейчас их сотни выпускаются. В лучшем случае. Но я не об этом. Я о том, что предыдущий человек, который звонил в студию, говорил по поводу огромного количества президентов. Нет, у нас идея есть такая конкретная. То есть, три федеративных округа мы видим в Украине. Это западный федеральный округ, центральный федеральный округ, юго-западный федеральный округ, который учитывает... Юго-восточный, да. Юго-восточный федеральный округ, который учитывает культурные различия между... Дорогой мой, какой вам, нам, с вами, двум одесситам, для чего нам, извините, Луганск, Донецк и другие регрессивные и совсем безумно дотационные районы, для того, чтобы мы их дальше вытягивали. Объясните мне. Я говорю это примитивно, не как государственный муж, а как полный идиот, который вот на кухне стоит и мыслит каким-то образом. Хорошо, я вам отвечу. Потому что Одесса проживет, Херсон, да, Николаев, да, судостроение, там что-то... А там, дорогие мои, там дело плохо. Там господин Янукович платил такие дотации, такие бюджетные деньги, которые не получала половина Украины. Значит, давайте, наверное, постараюсь вам ответить. Все-таки как человек, у которого хоть немного есть государственное мышление. Если мы говорим о том, что мы собираемся возрождать наш технический потенциал, то нам нужен вот весь этот пояс. Потому что как раз в рамках кооперации всего пояса Юго-Востока находилось большинство предприятий, завязанных в определенные технологические цепочки. Цепочки, конечно. И так как мы говорим, что дальше не завязывались на Российскую Федерацию другие республики бывшего Советского Союза, то нам не надо возрождать это. То есть, если мы хотим говорить о таких вещах... России не нужен наш уголь. У России свой гораздо дешевле. Потому что лежит на поверхности земли. Но вы не забывайте, что в том же Луганске, Донецке, на самом деле, гигантское количество других предприятий, помимо угля, то есть, это не только уголь. Там работают... То есть, там есть и другие... Не сотни, там десятки работают. Вы же за это знаете. Я знаю и поднимал статистику. То есть, в одной только Луганской области только заводов порядка 400... Правильно, на день работают. Да, не все из них действительно работают. Но вы поднимите, сколько у нас работают. Из живых предприятий я могу на пальцах одной руки перечислить. Я прошу одну минуту еще. Да, пожалуйста, конечно. Один из одесситов, известных, я не буду называть его имя, своей страницей в Facebook, пишет. К моим бессонным ночам у компьютера добавилась новая радость, в кавычках. Я загрузил программу Зелу и теперь слушаю общение на канале Антимайдан. Оказывается, на Куликовом поле собираются овечки. Решительные ребята, пока в тени. Вчера, например, милый женский голосок, принадлежащий барышне с ником Эллис, спокойно и рассудительно, как в школе, вещал. Ребята, вы должны находить планы сетей водоснабжения и электрификации, готовить взрывчатку. Не хрен ходить, извините, песни слов не выбросишь. Не хрен ходить толпой по городу, искать приключений. Занимайтесь взрывчаткой, занимайтесь взрывами водопроводов, электрических сетей и тому подобное. Это обращается к вам. Вот эта девушка из России. Конкретно к мне обращаются? Ну, я не к вам лично, я имею в виду Куликову поле. Огромное количество подобных вещей. Огромное количество, призывающих не просто к реакционным действиям, а к диверсионным действиям. Более того, инструкции звучат спокойным голосом, почти пастерским. Я думаю, что на какую-то часть населения, вот таких психопатичных старушек и девушек, которые были на Думской площади, вот это производит огромное впечатление. Ну, давайте я еще раз вернусь с того, что я называл. Вы сказали, что это канал Антимайдан. Да. Мы позиционируем себя к Куликову поле. И к Антимайдану... Не, ну, в данном случае это Куликову поле. Да, это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, что огромное количество призывов, то давайте опять-таки будем объективными. Открывайте любой форум в интернете после любой статьи, вот, и читайте, там, кого нужно на пароходы, кого нам нужно на ножи, там, и там, москали, валите, и так далее, и тому подобное. Да, рождает противодействие. То есть мы в данном случае защищающаяся сторона. Мы не нападаем, мы не начинали это. Это наша реакция на те события, которые происходят. Мы хотели того же Януковича, думаю, так, закусим у дела, дождемся еще полтора года, и пойдет он у нас лесом. Понимаете? Вот. Но, к сожалению, жизнь распорядилась по-другому. Не дождались. Да, да. И нам приходится теперь, так как повестка дня Юго-Востока вновь в создаваемом государстве не была бы учтена. То есть, вы же слышали, как обращались, там, даже некоторые государственные мужики, там, рабы Юго-Востока, там, да, там, чемодан, вокзал, Россия. То есть, почему мы, крымчане просто очень внимательно госпожу Форион выслушали, и собрали свой чемодан. Сейчас на машинах такие, лепятся такие надписи, чемодан, вокзал, как нашего исполняющего обязанности. Турчинов. Турчинов, да. Чемодан, вокзал, Турчинов. Точно, с другой стороны. Да, то есть, на самом деле, ситуацию просто раскачали, но одно я хотел бы сказать нашим зрителям, чтобы они понимали, то есть, вот с четвертого года, с четвертого года, то есть, ситуацию начали переводить в националистичность, то есть, в неприятие между национальными, представителями различных национальностей, народов даже, я бы сказал, в Украине. Хотя ситуация, на самом деле, заключается в другом, то есть, мы не можем осознать, что она лежит в классовой плоскости, как говорил Марш, с противоречией труда и капитала. А мы ходим и друг друга бьем, вместо того, чтобы вместо списка иллюстраций там отдельных лиц делать список предприятий, которые стратегические, которые были украдены у народа, и их нужно вернуть в государственную собственность. Я думаю, что по выходу мы должны получить именно это. А вот, реакция людей, реакция людей, которые кричат России, это просто защитная реакция организма, который пытается спастись. Я понял. Спасибо большое. И, видя правый сектор, для них, естественно, реакция России... У нас закончилось время. Спасибо. Стоп, стоп, стоп. Я должен заключить. Давайте. У меня обычно какие-то такие... Главное, не под стражем. Добрые слова. Да, добрые слова. Сейчас недобрые будут. Я... так получилось, что в воскресенье я шел... Ехал, вернее, за рулем я был. Ехал от морского вокзала на Суворово. Сейчас Суворово, да? Продолжает это название. Да, да. Сейчас Приморская. Ну, Приморская, да. Суворово, да. И вот эта демонстрация с большим российским флагом была на Потемкинской лестнице. Я не знаю, сколько там тысяч было. Не так уж много. Тысячи две, наверное, людей. А по этому мостику, который ведет Приморской, где машины ходят, шли люди, видно, они встречали, пытались встретить американский или какой-то корабль, который так и не пришел. Да, эсминец. Ну, и слава богу, что он пришел. Да, он так и не пришел. Вот. И шли молодые пацаны. Именно пацаны. Вот в этих. И с палками, с зубинками. Мне кажется, что для нашего города, для Одессы, это такая же дикость, как вот тот крик, который был со стороны вот этих же других, но тоже с этими повязками молодых людей, которые кричали на ножи. Кого на ножи? На скале. Москале на ножи, да. Ну, возле дюха, да. Ну, что-то положено. Да. Это нужно разгонять и то, и это. Разгонять ростик. Не просто терпеть, не просто привлекать, а разгонять, потому что и стар, и млад, люди с разной психикой превращаются в неуправляемую толпу, которая может сделать с этим городом все, что угодно. Более того, сегодня, несомненно, существует опасность оккупации. Юга Украины, восток Украины. Это оккупация, вы согласитесь. Россия оккупирует. И это правда. Это оккупация Крыма. Это, несомненно, это признал весь мир. Мы же не будем идти против всего мира, правда? То есть, но волю народа мы слушать не будем. То, что не поправили. Значит, воля народа должна выражаться, вы говорите о том, что президент нелегитивно выбран. Да. Убран, вернее. И в то же время вы соглашаетесь с тем, что нелегитивная воля народа. Точно, точно так же. Что? Подождите. Я в последнее время столько услышал про революционную необходимость. То есть, чем одна революционная необходимость, хуже другой революционной необходимости. Неверная постановка вопроса. Потому что противопоставить надо тогда беззаконию закон, а не беззаконие беззаконие. Это глупость. Это путь в никуда. Это путь в никуда. Давайте, давайте мы есть предложение. Давайте мы вместе находим путь и предлагаем его нашим гражданам. Находите, пожалуйста. Я вас очень прошу, Ростик. Дело в том, что сегодня мы с вами не просто одесситы, мы отвечаем за этот город. Да, согласен. Каждый из нас, который сейчас нас смотрит. Абсолютно верно. Мы отвечаем за этот город. Вот здесь вот я с вами абсолютно согласен. Нам нужно не просто найти консенсус, нам нужно успокоить и не ждать. Потому что есть, конечно, если вы проведете демонстрацию вместе, вот выберите третий Майдан, будем так говорить, Куликово поле и Майдан соединятся, и это будет касаться русского языка, замечательно. Если это будет касаться референдума, требования референдума о каких-то вещах, связанных государственным устройствам, изумительно, нормально, цивилизованно принимаются резолюции, все это пишется, все это посылается, все это требуется ответа. Ну, но не дубины, не прием чужих флагов и не дай бог срыв своих. Должен заметить, для всех, кто пытается сорвать украинский флаг, что согласно статье 338 над ругательством над государственными символами, арест до 6 месяцев. Правда? Да, абсолютно верно. И нечего милиции на это смотреть, а надо просто брать и на 6 месяцев. Это правда, потому что если нет ничего святого в государстве. Здесь я согласен, срывать это уже из-за мы с вами и согласились. Спасибо большое, всего вам доброго, спасибо, что смотрели и спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо.